Хитрости быстрой прокачки в Pokemon Go Всем привет! Хочу с вами поделиться некими хитростями в прокачке персонажей в игре Pokemon Go Я понимаю, что в интернете уже полно информации Но я постараюсь разложить всё по полочкам Вы наверняка уже слышали про лоры, приманки, то есть Так вот, если вы только начали играть, то не спешите их использовать Потом их вам никто бесплатно не даст То же самое касается Lucky Yeats Это тоже ценный продукт, их тоже берегите Если вы живёте в большом городе, то просто нужно ехать в центр И искать, где рядышком есть несколько достопримечательностей Там, где будут пакетстопы Если вы засечёте пакетстопы, на которые уже заюзаны лоры То бегите скорее туда Сегодня ваш день Кто-то уже использовал лоры, а вы подойдёте и будете пользоваться Сэкономите свои Только помните, что действие одного лора длится 30 минут Чаще всего, когда есть такой момент, то там люди приманку используют повторно Можете, в принципе, там задержаться надолго Подойдя, вы могли бы ещё использовать инстанс, так называемый ладан Но тоже действует 30 минут и приманивает к вашему расположению покемонов То есть они появляться с вами будут ещё чаще Если вы в центре трёх пакетстопов с заюзанными приманками, лорами То смысла вам использовать ладан я не вижу Вы и так не будете успевать всех ловить покемонов С покетболами у вас проблем не будет Если три покетстопа обновляются каждые 5 минут То вы на них можете рассчитывать и быть спокойным Шариком вы обеспечены Входясь в окружении покетстопов, ваша основная задача не тупить Врутить покетстопы и как можно больше ловить покемонов Даже самые распространённые Потому как они вам понадобятся для быстрой прокачки вашего персонажа Если у вас есть несколько счастливых яиц То вы, в принципе, можете использовать одно на время охоты Если за захват нового покемона, которого ранее вы не ловили Дают 500 экспы, то под яйцом вы получите 1к экспы А если без яйца за поинку покемона, которого уже ловили, дают 100 То под счастливым яйцом вы получите 200 За проверку покетстопа обычно 50 Под яйцом 100 То есть, в принципе, только на охоте под яйцом вы можете так нехило прокачаться Но самое интересное и дальше Известно, что за эвол, эволюция покемона, дают 500 экспы Но что вам мешает после охоты в залуриных покестопах Отойти в сторонку, купить себе вкусняшку, подкрепиться И уже теперь использовать лаки яйцо И начать дико эволюционировать покемона А что, если вы целенаправленно ловили себе только гипно и зубата Или ещё каких-то распространённых покемонов И у вас их просто завались Вы, как псих, эволюционируете свою гвардию покемонов И получаете за каждый эвол по одному косарю экспы Ловите, что происходит Тут можно за какой-то час-два прокачаться до 15 левла, если постараться В принципе, это всё, о чём я хотел с вами поделиться Если вам был полезен ролик и вам понравилось Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал Если же вам есть что дополнить, добавить То я с радостью почитаю ваши комментарии и отвечу на вопросы Всем спасибо, что смотрели до конца Удачной вам охоты И всего хорошего, покемон-мастеры!